Затерянный на окраине страны национальный парк Паанаярви будоражит воображение концентрации чистейших водоемов древними саамскими сейдами, небольшими, но все же самыми высокими вершинами Карелии. Все это сосредоточено на небольшом участке земли, где природа до сих пор не тронута человеком. И пока в Хибинах не создана особая охраняемая территория, это ближайший национальный парк к Мурманску. Журналисты Дарья Монастырева и Денис Прокопенко, оператор Андрей Карабань исследовали Паанаярви в разное время года, с воды и с высоты птичьего полета, и выяснили, как создание парка повлияло на уникальную природу. Итак, добро пожаловать на Дикий Север! Дикий Север! Север! Дикий 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 Север! Как и сам парк, озеро по Анаярве вытянуто с запада на восток. По сути, это огромная трещина в земной коре, образовавшаяся миллиарды лет назад в результате землетрясений. Для своего размера озеро невероятно глубокое. В некоторых местах до дна более 120 метров. Хотя измерения делали давно и несовершенными способами. Возможно, водоем еще преподнесет сюрпризы мировому сообществу. Но уже сейчас это одно из самых глубоких озер Европы. Капитан катера Оланга Валерий Коннов более 15 лет бороздит эти воды. По его словам, путешествие удается не всегда. Порой штормит, как в открытом море. Волны большие, когда западный и восточный ветер. В длину разгоняются волны. Тут 24 километра озера. Бывает большая волна, что лодки не выходят в рейс. Наша группа добралась до Красных скал без происшествий. Необычный бурый цвет камней объясняется высоким содержанием железа в горной породе. Кстати, на этой стороне озера тоже есть туристические тропы. На одной из них я услышал грохот и пошел на звук. Водопад Мянтюкоский – одна из достопримечательностей парка. Ходит легенда, что если попить из него воды и умыться, то будешь счастливой и красивой на всю жизнь. Вода, бегущая с гор, ледяная в любое время года. Но это не останавливает искателей вечной молодости. Я тоже могу похвастаться красивыми фотографиями водопада. 12-метровый Кивакокосский – крупнейший порог во всей Карелии. Может, этот водопад тоже чудодейственный? Жаль, не успела проверить. Все-таки надо успеть подняться на гору. Летом на вершине Киваки растительности почти нет. Совсем как в Хибинах. Редкие карликовые сосны, вопреки суровым ветрам, причудливо изгибаются и демонстрируют чудеса выживаемости. Сам и верят, гора священна. Такого же мнения работники парка. По легенде, хозяйка этих мест – старуха Ака, та самая с двумя лицами, наблюдает за каждым. И если ей не понравится, мысль гостей помешает восхождению. Это не сказка, но это и легенда, и сказка. И в то же время были, потому что это проверено на наших туристах. И вот я с группой неоднократно поднималась, и если что-то не так, если ей что-то не нравится, она просто среди ясного неба закрывает это небо нашими тучами и туманами, и мы просто не можем дальше подниматься. Конечно, ни один туристический бренд не обходится без волнующих легенд. В Паанаярве позаботились о мистическом имидже на славу – целебные источники, грозные духи, священные сейды. Однако после того, как небо заволокло тучами, стоило нам покинуть гору, Ака перестала казаться выдумкой. На всякий случай мы поблагодарили старушку за возможность увидеть потрясающий пейзаж. Отсюда открывается панорама почти всего Паанаярве. Река Оланга с ее притоками на западе – Финляндия и далеко на севере – Мурманская область. Мурманская область Казалось бы, высота 499 метров не такая огромная, но стоя здесь, на вершине Карельской горы, ощущаешь себя буквально властелином мира. Мурманская область Мурманская область Мы побывали в Паанаярве независимо друг от друга, в разное время. И успели заметить, главное богатство национального парка – это не условный цветок из красной книги или редкий вид рыб, а люди, работающие там. И на этот раз это не легенда, а чистая правда. Естественно, коллектив формировался не сразу. Но теперь у нас люди действительно работают те, которые могут, которые устраивают нас, парк это устраивает. Это у нас действительно единая команда на самом деле. Мы все с удовольствием ходим на работу. Я за свою карьеру за 25 лет летом ни разу не был в отпуске. Почти все сотрудники работают в Паанаярве десятки лет. Появились целые династии егерей. Руководят парком муж и жена Александр и Наталья Бижон. А неизменная хранительница карельских традиций, экскурсовод Татьяна Егоровна, покинув пост инспектора, не стала проводить больше времени в четырех стенах. Эти леса и ее дом в буквальном смысле. Раньше на этой территории находилось ее родное село. Населенного пункта давно нет. Жители переселили в Коозерске. Осталось только несколько домов, где воссоздали быт карелов. И Егоровна только так называет женщину свои – полноправная хозяйка этих владений. Люди со всей республики приезжают послушать ее истории про кофе. В беседе выясняется – это негласный национальный напиток карелов. Оттуда с Финляндии привозили, кто в гости приезжал, родственники там жили. И привозили кофе. И на моей памяти две бабушки, во всяком случае, дальние родственницы мои. Они утро начинали с того, что доставали свою деревянную кофемолочку очень красивую. Для меня это было так удивительно. У нас в семье кофе не пили, ну, может, потому что просто не было его. А те бабушки начинали, мололи кофе, зерно, потом заваривали, вот, сидели, смаковали. Ну, как-то. Это да, было. По Анаярве зимой и летом два совершенно разных мира. Здесь есть на что посмотреть – семиконечные горы, ступенчатые водопады и прозрачные реки. Трудно поверить, что просторы, доступные для туристических прогулок – это всего один процент от всей территории национального парка. Что же там, в труднопроходимых сосновых лесах? Видимо, самый настоящий мир Дикого Севера, который так бережно охраняют люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова